Здравствуйте! Сегодня мы послушаем с вами рассказ Николая Носова «Затейники». Мы с Валей затейники. Мы всегда затеваем в какие-нибудь игры. Один раз мы читали сказку «Три поросёнка», а потом стали играть. Сначала мы бегали по комнате и прыгали, и кричали «Нам не страшен серый волк». А потом мама ушла в магазин. И Валя сказала «Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех трёх поросят, что в сказке». Мы стащили с кровати одеяло, завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в него, а там темно-темно, Валя говорит. Вот и хорошо, что у нас свой дом. Мы всегда будем здесь жить и никого к себе не пускать. А если серый волк придёт, мы его прогоним. Я говорю «Жалко, что у нас в домике нет окон. Очень темно». «Ничего», — говорит Валя. «У поросят ведь тоже домик был без окон». Я спрашиваю «А ты меня видишь?» «Нет». «А ты меня?» И я говорю «Нет». «Я даже себя не вижу». Вдруг меня кто-то схватил за ногу. Я как закричу, выскочил из-под стола, а Валя за мной. «Чего ты?» — спрашивает. Меня, говорю, кто-то схватил за ногу. Может быть, серый волк?» Валя испугалась и бегом из комнаты. Я за ней. Выбежали в коридор и дверь захлопнули. «Давай, — говорю, — дверь-то держать, чтобы он не открыл». Держали мы дверь, держали. Валя и говорит «Может быть, там никого и нет?» Я говорю «А кто же тогда меня за ногу трогал?» «Это я, — говорит Валя. Я хотела узнать, где ты. Чего ж ты раньше-то не сказала?» Я, — говорит, — испугалась. Ты меня испугал. Открыли мы дверь. В комнате никого нет. А к столу подойти все-таки боимся. Вдруг из-под него серый волк выскочит. Я говорю «Подойди, сними одеяло». А Валя говорит «Нет, подойди ты». Я говорю «Там же никого нет?» «А может быть, и есть». Я подкрался на цыпочках к столу, дернул за край одеяло и бегом к двери. Одеяло упало, а под столом никого нет. Мы обрадовались, хотели починить домик, только Валя говорит «Вдруг опять кто-нибудь за ногу схватит». Так и не стали больше играть в три поросенка. Вот и все. А сейчас я вам желаю всем спокойной ночи.